Дорогие друзья, приветствую всех, а также зрителей данного видео. Сейчас я нахожусь в прекрасных местах вблизи Волги, Самарской области, турбазы Купринка. Нахожусь я на фестивале Протока. К сожалению, в этот раз не удалось мне практики из-за некоторых обстоятельств провести, но специально для вас, для тех, кто сейчас проходит курс в группе «Тайные методики саморазвития» в социальных сетях, я приготовил для вас, хотел рассказать о двух упражнениях по набору энергии, от природных стихий, пространства. Первое упражнение мы делаем следующим образом. Мы сосредотачиваемся на своем теле, делаем три глубоких вдоха и выдоха. Полных йоговских вдохов, когда у вас поднимается сначала живот, затем грудная клетка и затем уже грудь и плечи. И затем полный йоговский выдох, когда в обратном порядке опускаются плечи, грудная клетка, диафрагма втягивается вовнутрь и также живот втягивается вовнутрь. Сделав три глубоких вдоха и выдоха, мы начинаем делать упражнения по набору энергии, по получению энергии через кожу, сочетая дыхание и, конечно же, работа нашим сознанием, визуализация, обложение. И мы делаем следующим образом. Мы делаем глубокий вдох и во время вдоха мы представляем, как через кожу нашего тела начинает струиться энергия, энергия из окружающего пространства, от всех элементов природы, от неба, земли, воды, огня, воздуха, пространства. И мы через кожу втягиваем эту энергию через поры наших клеток. Затем делаем небольшую задержку дыхания. На задержке дыхания мы эту энергию распределяем по всему телу. Делаем задержку дыхания на удобное время, на удобное время. И затем делаем глубокий выдох. И на выдохе мы сосредотачиваемся на ощущениях в теле. Ощущаем, как энергия по всему телу проходит. И также мы следим за ощущениями кинестетическими, как раз за клетками, за телом, в которых происходят какие-то необычные состояния, изменения, вибрации, покалывания, может быть какие-либо еще ощущения. И мы делаем несколько раз, несколько вдохов. Затем задержку дыхания. Во время задержки мы распределяем вдыхаемую энергию по всему телу. И затем на выдохе мы расслабляемся и направляем все наше внимание на ощущения внутри тела, также на внешней поверхности тела. И делаем несколько циклов в это упражнение. И заканчиваем. И следующее очень полезное упражнение, также для развития нашего сознания. Мы, получается, первое, входим нашим вниманием внутрь тела, наблюдаем за ощущениями и стараемся ощущать пустотность нашего сознания внутри тела. То есть мы ни о чем не думаем, просто смотрим внутрь, состояние такого безмолвия ума. И затем, после этого мы сразу сосредотачиваемся на окружающем пространстве, на его энергии. И эту энергию в виде любого цвета, например, золотистого или белого, мы эту энергию, получается, мы начинаем работать нашим сознанием, и мы представляем, как наше тело расширяется, расширяется все больше и больше, заполняя все это пространство, входим в такое состояние единства сознания, энергии всего. То объединяем сознание, энергию, пространство, сознание. Все объединяется, вот в это состояние входим единство, и затем мы представляем и ощущаем, как все это пространство наполнено энергией, и мы часть этого пространства, мы есть все, и все есть в нас. Вот это состояние единения и энергии мы объединяем внутри нашего сознания и стараемся ощутить, почувствовать, что это все, вот эта глобальная энергия, могущество в нас, именно в нас, в нашем теле начинает проявляться. Мы также сосредотачиваемся на ощущениях внутри физического тела и расширяем наше энергетическое, и затем, когда мы некоторое время побудем в этом медитативном состоянии, единении со всем, со всей природой, с окружающими элементами, мы снова начинаем обращать, сужать наше внимание, обращать на внутреннее пространство тела, уже не обращаем на окружающее пространство, природу, элементы, стихии, и сосредотачиваемся внутри тела, наблюдаем за ощущениями, чувствуем энергию, которую мы почерпнули из этого природного богатства нашей планеты Земли, и некоторое время сосредотачиваемся, руки можно положить на пространство между половым органом и пупком, также в даосизме называется это центр нижний дантянь, в йоге это свадхистана чакра, второй энергетический центр, и некоторое время стоим в таком положении, наблюдаем за ощущениями в теле, и завершаем это упражнение, постепенно выходим, и снова входим в обыденное состояние сознания, и заканчиваем данное упражнение, рад был с вами поделиться данными практиками, на этом все, также следите за уроками в социальных сетях по энергии стихии, до новых видео, всем отличного состояния бытия, он нам общивает. Субтитры создавал DimaTorzok